коллеги доброе утро сейчас мы выключим пардон же железная железная проблема коллеги будем начинать будем начинать наш вебинар здравствуйте сегодня у нас четверг и мы в студии битрикс битрикс24 будем рассказывать вам про мобильное приложение тенденции запуск и используем давайте вначале сделаем традиционная процедура саундчек внимание на экран слышите видите ли вы нас если да по факу questions которая выглядит у нас так пожалуйста ставьте плюсы я их жду и смотрю что все хорошо если звука у вас нет то прежде всего попробуйте переподключиться к нашему вебинару и потом уже пишите нам если мало ли ничего не происходит уже будем переподключаться мы коллеги я не вижу никаких вообще плюсов о просто пошли все хорошо нас слышит ура мы ведем вебинар с видео можете у нас вот так вот скрыть либо наоборот раскрыть как вам нравится дальше что у нас еще нас там по слайдам запись конечно же мы уже ведем и сегодня вечером либо завтра утром мы вам пришлем ссылку на youtube и вы можете нас пересмотреть также мы опубликуем нашу запись во всех соцсетях facebook вконтакте ну и так далее давайте знакомиться сегодня вебинар мы ведем втроем пока что вот на слайде здесь у нас два я алекс тракатов я руководил отдела контроля качества компании битрикс и кто и евгений петрищенко который руководит мобильными решениями такой у нас отдел есть и сегодня мы еще ведем вебинар с нашим партнером александр зайцев давай мы включим здесь звуки посмотрим саша мы хотим тебя послушать час секундочку чтобы нам сделать это будет с тобой тоже самым чек поговорим александр александр коллеги поставьте пожалуйста плюсики если вы слышите александр почему пока что александр не слушать возможно слышать да да мы тебя слышим вот на конец всем добрый день да хорошо ну окей супер эхо мы убрали коллеги еще раз прошу прощения железо накладку такое бывает ну хорошо александр мы тебя пока что время отключаем и позже подключим да уже к содержательной части так давайте ну что во первых двигаемся дальше по презентации и что у нас там есть мы на традиционно начинаем с того вообще зачем мы затеяли на чтобы показать вам что сейчас происходит у нас на рынке и почему мы вообще взяли на работу и почему мы разрабатываем мобильное приложение тренд продолжается коллеги несмотря на то что уже сильно 2017 год тренд мобайл продолжается то есть вот эти вот мобильные устройства они до сих пор есть они развиваются и собственно вот сейчас у нас новая статистика что смартфоны уже и так были везде уже и давно и повсюду не то чтобы новая но она актуальна она и не старая она актуальна она поддерживается мы немножечко обновили ну я даже не знаю стоит здесь перечислять и читать и говорить что мобайл повсюду что 3g 4g и уже я слышал что 5g активно сейчас у нас будет развиваться в принципе ничего уже об этом говорить да и все об этом знают это понятно что рынок устройств перенасыщен цены снижаются буквально вот вчера мы смотрели новый смартфон не будем произносить его имя я думаю чем еще можно увидеть удивить удивили действительно и ценой и качеством реализации прям операционной системы я прям удивился неужели можно что-то еще придумать можно и к тому что еще есть куда развиваться и собственно производители это знают и делают ну и вот небольшая статистика с нашим замечательным ждуном чего ждать в году будущем 2017 текущим да ну собственно в будущих месяцах статистику небольшую мы опять-таки подобрали обобщили да вот это не то чтобы статистика это скажем так просто тренды то есть где-то есть цифры где-то цифры возможно по некоторым исследованиям могут расходиться это скажем так средние какие-то показатели по крайней мере ну число пользователей смартфонов ожидаемо увеличится коллеги да она увеличивается и будет увеличиваться и дальше не только 2017 точно заметить да около семи миллиардов семь с чем-то миллиардов человек и вот четыре ну почти пять миллиардов человек будут пользователями смартфонов то есть всем все практически большая часть населения популярность android на сегодняшний день факт я думаю что вот жена правильно здесь сказал что google play все-таки обгонит да он обгонит ну вообще есть такие числа что уже там в принципе google play обогнал appstore в этом году appstore еще начнет глобальную чистку приложений у него еще меньше приложений будет google play пока этим особо не занимается но судя по тому по доле будет у нас слайдер по долю google play всех 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 победит по крайней мере такая тенденция сейчас интересный тезис что растет спрос на корпоративные именно мобильные приложения то есть если мы раньше говорили про какие-то сервисные там магазины и так далее то сейчас больше уклон нашим по нашему мнению будет идти в корпоративный сектор да сейчас такой тренд в принципе то есть это тоже crm системы то есть управление то есть управление рабочим временем управлением организации работы своей компании то есть соответственно этот тренд порождает другой тренд то есть хочется быть всегда в курсе работы своей компании общаться со своими коллегами и из этого всего вырастает другой тренд это мобильные приложения для вот этого корпоративного сегмента и соответственно это еще больше персонализация да то есть прям ну в том числе конечно здесь подозреваю речь больше идет именно непосредственно о нативных мобильных приложений только не только в принципе в зависимости от сложности то есть там уже по задаче выполняется выбирается платформа на которой будет сделано мобильное приложение ну и ожидаемо собственно выражение в деньгах само собой какие-то бешеные миллиарды они мировой рынок обе приложений достигнет вот по некоторым оценкам аж 166 миллиардов долларов сколько было никто не знает но 166 это много посчитали да ну несколько цифр да опять-таки для затравки сколько вообще минут проводит человек средний в день я думаю что эти цифры уже не актуальны потому что еще больше минут человек сейчас проводит в день в телефоне я смотрю на коллег по своему офису некоторые просто не вылазят вот так вот ходят на обед программируют да программируют евгений вообще живет в телефоне поэтому ну собственно в среднем 180 минут в день и 86 процентов людей проводят именно в мобильных приложениях причем не в браузерах мобильных приложений если я правильно понимаю то скорее всего проводят наверное в социальных сетях ну если там уже поделить то скорее всего да то есть если опять же вот двинулся к третьей цифре это 5-7 приложений 90 процентов всех приложений это 5-7 приложений запуска соответственно какие-то карты и социальные сети и какие-то там специальные приложения пользу нужны да ну вот разброс по операционным системам я даже не знаю наверное уже стоит потихонечку убирать третий кружочек другие вообще цифра уже немножко другие наверно но в плане соотношения что android побеждает айос не побеждает а другие там другие просто существуют пока без всяких ну то есть андроид андроид лидирует как мы говорили по всем фронтам наступает собственно да приступаем к более такой содержательной части вот мы сейчас все это все это мы услышали как обычно мы это все знали ну мы лишний раз просто повторили аудитория мобильная очень большая и бизнес соответственно перемещается в мобилу перемещается я вот пока коллеги я совсем забыл я прошу прощения если у вас есть вопросы пожалуйста вас вкладку questions сразу же пишите я их принимаю мы на них мы их озвучим и на и на все вопросы ответьте вот прямо вот здесь голосом кстати опять же мы забыли традиционный опрос проводим а кто у нас слушатели то есть напишите пожалуйста сферу бизнеса сферу бизнеса если вы партнер разработчик владелец бизнеса то есть напишите об этом чтобы мы примерно понимали аудиторию мы будем на вебине вы менять менять наш вебинар прям по ходу на вашем да если какие-то на нужные вещи там мы захотим вам сообщить чтобы как-то ориентировать интересно вам или нет итак продолжаем продолжаем большая мобильная аудитория бизнесы уходят в мобильные приложения в мобильные сайты аудитория интернет-магазинов на через мобильные приложения растет соответственно у всякого рода бизнеса возникает вопрос а как эту всю аудиторию захватить как кусок 166 миллиардов вот как вот это вот забрать чуть-чуть от этого всего естественно возникает вопрос какое решение сделать чтобы я со своим бизнесом был счастью всего вот этого тренда есть два решения на мой взгляд ну и в принципе на мой взгляд это адаптивные сайты и мобильное приложение в принципе все знакомы и с тем и с другим здесь в данном случае на слайде вы видите не сравнительную таблицу а просто преимущество того и другого решения то есть адаптива и мобильного приложения и так адаптив адаптивные сайты сайты на которые вы заходите через мобильное приложение не подстраиваются под экран вашего телефона и так чтобы вам было все удобно и как бы интерфейс полностью перестраивается и он значительно отличается от дизайна большого сайта плюсы какие адаптивные сайты точно также можно найти через поиск через google через яндекс поэтому собственно и два раза больше трафика очень много трафика много пользователей заходят на этот сайт на эти сайты адаптивные низкая стоимость разработки ну адаптивный сайт разрабатывается практически точно также как и обычный сайт там меняется только верст в основном кроссплатформность в кавычках в кавычках потому что браузер есть везде на любое операционной системы мобильные поэтому адаптивные сайты везде открываются и вроде как они кроссплатформенны легко обновлять или легко разрабатывать точно так же как и сайты меняешь на сайте меняется адаптивный дизайн то есть пользователю в принципе ничего не нужно делать чтобы уже увидеть какие-то обновления у себя прямо на экране смартфона здесь все понятно приложение приложение имеет ряд несколько других плюсов это персонализация то есть приложение может дать пользователю какие какой-то персональный контент то есть потому что не знает куда установлен там есть там apple айди google play там аккаунт и все такое все это приложение может получить к этому доступу предложить контент персональный конкретно для конкретного пользователя скорость приложений нативных том числе это даже большему большие в большей степени это большое преимущество большое преимущество именно приложений контакт с брендом когда вот эта иконка вашего приложения постоянно мельдишит находится на рабочем столе его пользователя это так называемый контакт с брендом и пользователь постоянно фактически визуально взаимодействует с вами юзер экспириенс так называемый пользовательский опыт это когда пользователь получает скажем так определенную степень удовлетворения от работы с вашим сервисом вот он намного богаче именно в случае работы с Потому что это, опять же, скорость, это знакомые элементы той операционной системы, в которой работает приложение, ну и так далее, тому подобное. То есть, user experience. Пуш-уведомление. Универсальный способ взаимодействия с пользователем. Это когда ты можешь присылать пользователю персональные предложения, можешь какой-то опрос устроить, он там перейдет и, в общем, как-то будет контактировать с вашим приложением. С сайтом так не получится, к сожалению. Ну и взаимодействие с другими приложениями. То есть, ваше приложение может использовать функции каких-то уже установленных аппах в вашем смартфоне. Соответственно, допустим, приложение камеры, приложение списка контактов, другие какие-то приложения. И эти данные вы можете получать. Ну и, собственно, делать какой-то функционал на основе всего этого. Вот мы перечислили плюсики и того и другого решения. Но адаптив, как известно, must have. То есть, обязательно его нужно делать. У вас есть сайт, вам нужно его делать, чтобы вы не понижались в поисковой выдаче и Google, и Яндекса. И поэтому его нужно делать. А вот вопрос, делать ли мобильное приложение, то есть, если у вас уже есть адаптив, зачем делать мобильное приложение? Этот вопрос возникает. Смотрите, есть еще вот такая метрика адаптив против приложения. В адаптивных сайтах пользователей намного больше. Как мы уже говорили, в два раза больше трафика, потому что их можно найти, на них можно легко перейти через браузер. Но в приложениях пользователь совершает больше уникальных действий. Что это означает? Это означает, что пользователь находит ваш сайт, допустим, переходит на него, находит номер телефона, звонит и все, и он уходит. Или посмотрел какую-то информацию, где вы там находитесь, там по карте, и уходит. То есть, вот этот трафик, он генерируется, много уникальных пользователей, но по факту они не совершают каких-то полезных действий. А вот в приложениях как раз-таки вот этот вот процент полезных действий, он намного высок. То есть, если человек ставит это приложение, он с ним работает. То есть, это большое отличие приложения от адаптива. Итак. Кстати, у нас есть статистика, у нас сегодня большая часть коллеги – это разработчики. Ну, значит, мы угадали субинаром, все хорошо, и я думаю, что пойдем по заготовленному плану дальше. Когда нужно делать приложение? Приложение нужно делать тогда, когда сходятся несколько факторов, несколько причин. То есть, во-первых, приложение для сервиса, который, сервис, точнее, для которого предполагается сделать приложение, должен подходить к какую-то определенную категорию. То есть, это либо повторяющиеся заказы, то есть, доставка, там, пицца, там, или еще что-нибудь такое. Услуги ЖКХ, допустим, какой-то. Или какой-то онлайн-сервис, там, расчет от чего-то, там, ОСАГО. Раз в год ты пользуешься этим приложением, там, рассчитываешь, там, новые. То есть, вот такие вещи, более-менее простые, что ли, то есть, они вот потребляют, это вот прямо туда. Ну, и, конечно, аудитория должна быть. Продавать кирпичи сложновато, то есть, или трактора, то есть, не просто так упоминаем, потому что есть такие приложения. Прям были мы, по-моему, уже. Были, были, были такие приложения, но, опять же, я не берусь рассуждать, может быть, они в какую-то целевую аудиторию, там, то есть, может, кому-то это нужно, но, в общем случае, то есть, такие приложения непопулярны, к сожалению. Вот. Соответственно, вам нужно угадать с бизнесом, для которого вы делаете сервисы, если вы хотите дать пользователю более расширенный, богатый юзер-экспириенс, или хотите предоставить такие функции пользователю, или сервис вас подразумевает такие функции, которые просто невозможно реализовать в рамках браузера. Итак, но есть еще один минус у приложения, о котором, в принципе, мы до этого не говорили. Есть куча платформ, куча из двух штук, это iOS и Android, и чтобы разработать приложение, придется нанимать разработчиков и на ту, и на другую платформу. А это очень дорого. Поддерживать и то, и другое, изучать языки, это все очень дорого, поэтому встает вопрос, а как я, как разработчик сайта, как я могу сделать мобильное приложение для клиента, как я могу предлагать такие услуги. И мы в компании Bittrex над этим задумались, и у нас родилось решение, как это сделать. Мы сделали платформу, называется Bittrex Mobile. Концепция такова, то есть если ее уложить в три слова, это будет приложение, это сайт. То есть фактически мы хотели дать пользователю, точнее разработчику, возможность, партнеру, имея те ресурсы, которые он имеет, разрабатывать приложение. То есть не отходя от кассы, не надо читать какие-то другие книжки, только там по дизайну или что-то в этом роде. И давайте посмотрим, что мы имеем. Наша платформа конвертировалась в продукт, один из Bittrex мобильное приложение, какими свойствами обладает, вы, в принципе, видите на этом слайде. Разработка мобильного приложения полностью происходит, абсолютно полностью, на PHP, на серверной части, на фронт-энде, HTML, JavaScript и CSS, то есть все, что вы знаете, как партнеры-разработчики, обладает кроссплатформенностью, то есть вы пишете один раз, это работает на две платформы, то есть на Android и на iOS. Низкая стоимость разработки, то есть новых разработчиков нанимать не нужно, приложения делают те же самые люди, что делают сайт. Масштабируемость, конфигурирование через конструктор, об этом я скажу, это особенность нашей платформы, это первое, что нужно сделать в начале разработки. Тестирование приложения через приложение для разработчиков, это специальное приложение, о нем я тоже скажу и вживую покажу, что это такое, которое вот как раз вы увидите на экране, и нет необходимости перевыпускать приложение каждый раз, когда вы хотите внести изменения. Это, наверное, одна из основных особенностей нашей платформы. Дело в том, что вы единожды выпускаете приложение в App Store или в Play Market, в дальнейшем вы можете изменять функционал своего приложения, дизайн своего приложения прямо в реальном времени, и пользователи, которые установили уже ваше приложение, будут видеть все эти изменения и получать уже новые эти функции. То есть выпускать, ждать, пока оно там запруется в App Store, этого делать не нужно, только в исключительных случаях для обновления каких-то, не знаю, нативных фич платформ. Вернемся к нашему слайдику, что мы в итоге получили, мы, по крайней мере, попытались решить какие проблемы. Мы перенесли некоторые плюсы адаптивных сайтов в приложение, приложение на нашей платформе. То есть это низкая стоимость разработки, кроссплатформенность и легкость обновлений и разработки. Итак, Bittrex Mobile. У нас здесь представлена традиционная схема. Олег, знаешь, как она работает? Примерно помню. Да, вот так все мне отвечают. Дело в том, что здесь мало что можно увидеть полезного. Ну, то есть смысл в том, что всей магнативной частью разработки под Android и под iOS занимается компания DNS Bittrex. А вы, как разработчики, уже используете специальное JavaScript API для управления какими-то элементами интерфейса, доступ к каким-то функциям внутри вашего приложения. То есть ваша часть вот эта, которая сервис справа, то есть от меня, то есть получается, ну, видимо, от вас тоже. Как это работает? Очень интересный вопрос. Тут самое интересное, как говорится. У меня есть маленький слайдик, который, в принципе, иллюстрирует. Слева вы видите, как пишется код на JavaScript. В данном случае на JavaScript. Вы просто вызываете какие-то функции, показ каких-то панелей, показ каких-то элементов интерфейса. И это в реальном времени отображается в вашем приложении. То есть вы сразу же пишете, обновляете страницу и сразу видите результат. Вы можете использовать для разработки приложения такие же компоненты стандартные нашей операционной системы. CMS Bittrex точно так же со своими мобильными шаблонами, плюс использовать API для разработки именно взаимодействия с элементами телефона. То есть здесь все просто, и мгновенный результат вы сразу же увидите на экране. Сама платформа, мы так позиционируем, то есть включает, скажем, три элемента. Бесплатные элементы разработки. Это конструктор мобильного приложения, я его покажу вживую. JS API и плюс нативные элементы и специальное приложение для разработки, чтобы увидеть результат. Все это бесплатно, можно не покупать лицензию, можно просто попробовать, поразрабатывать, смотрите, что у вас получится, какие возможности платформы в принципе есть, подходит ли вам или нет. Это все можно попробовать уже сейчас. Итак, публикация. Тоже вопрос публикации встает. Никто не знает, кто никогда не сталкивался с мобильными приложениями. Те, задаются вопросом, как публиковать, что делать вообще, как это все собирать. Дело в том, что если вы используете нашу платформу, вы просто покупаете ключик, разрабатываете приложение и заполняете определенную форму. У нас есть на сайте, я ее тоже покажу. Мы обрабатываем вашу заявку, собираем для вас персональное приложение и оказываем техническую помощь в размещении этого приложения сразу же в двух магазинах. Это Google Play и App Store. Это на одной лицензии, то есть у вас получается два приложения в магазинах. И все. Собственно, ваше приложение уже находится в App Store и Google Play, и вы дальше его поддерживаете и обновляете сами. И, в общем, продвигаете. Итак, документация. Документация у нас довольно-таки подробная, ссылочка внизу вы ее должны видеть. Это курс номер 80, запомните. Все этапы разработки там описаны. Онлайн-приложение, оффлайн-приложение. API сопровождается видеодемонстрацией. Есть разделы, где описана подготовка приложения к публикации, как отлаживать мобильное приложение на Bittrex Mobile, и работа с пуш-оведомлениями. То есть это первое, что вам нужно почитать и посмотреть. То есть как это вообще все выглядит. Итак, ну и теперь по порядку. Мастер-класс, да? Да, почти. Это маленький мастер-класс, который я, в принципе, можно так не называть, но я просто буду вживую показывать вообще, что нужно. Вот я начал разрабатывать. У меня уже установлен Bittrex, как ни странно, на компьютере. Давайте мы попробуем посмотреть. У меня есть Bittrex. Я захожу в раздел сервисы. И у нас здесь такой есть раздел мобильное приложение. Так, у меня слетела авторизация, прошу прощения, коллеги. Сейчас заново авторизуемся. Итак, заходим в раздел сервисы. Заходим в мобильное приложение, конструктор мобильных приложений. Это первое, что вы увидите. Здесь есть такая формочка создания приложения. Вы можете его назвать как угодно. Например, я не буду особо думать, назову его тест. Код приложения какой-нибудь, тест 5. И папка приложения, ну пускай будет тест 5, чтобы было понятно, что вам приложение, какое приложение, куда подключаться. Итак, есть два варианта создания приложения. Макета приложений. Это обычное приложение, оно будет просто пустое. А есть демо-приложение, чтобы посмотреть возможности нашей платформы. Давайте так и сделаем. Выберем шаблон. Здесь отображаются мобильные шаблоны, которые подходят, так сказать, для разработки. Можно создать новый. А шаблоны, они существуют, то есть в поставке? Шаблоны, нет, они создаются, просто я уже несколько раз здесь создавал приложение, и эти шаблоны просто создаются сами. То есть мы какие-то в поставке даем? Нет, он один, этот шаблон, просто он из, шаблон создается из шаблона, как говорится. Неважно, это не суть. То есть это такая часть, которая, если его нет, тут будет пункт только создать, и он создаться, и все будет работать. Никаких телодвижений делать не нужно. Мы создаем, вот видите, у нас теперь есть мобильные приложения. Мы можем добавить несколько конфигураций платформы, iOS и Android, и отдельно настраивать. Можем их удалять, добавлять. Что представляет из себя сам конструктор? Вы видите справа макет приложения, то есть это элементы интерфейса, которые вы можете настроить. Обратите внимание, что очень много здесь всяких секций настроек, они могут быть визуальные, могут быть невизуальные, то есть такие поведенческие. Например, допустим, статус бар на операционную систему iOS, его можно смещать вверх, можно его красить, можно не красить, можно создавать ему прозрачность, можно его скрывать и всякие такие вещи делать. Оффлайн настройки, файлы, режимы запуска и так далее. Все визуальные настройки можно искать не глазами, как говорится, а можно просто кликнуть в определенную область вот этого превью, если вам видно. Допустим, я хочу раскрасить верхнюю панель. Я нажимаю, как видите, подсвечиваются нужные настройки. И сразу же нас конструктор перемещает туда, куда нужно. Допустим, хочу верхнюю панель задать свет, пускай это будет синий. Как видите, вам конструктор говорит, что он теперь будет синий. Я, допустим, хочу загрузить какую-нибудь фотографию. Давайте посмотрим. Отлично. Загрузилась фотография, и я точно так же могу на задний фон поставить. Могу удалить, могу заново поставить. И так со всем остальным. То есть задний фон основного моего приложения, верхняя панель. Точно так же настраиваются кнопки, цвет, фон. Все очень просто. Итак, здесь нет никакой бизнес-логики, здесь нет никакого программирования, здесь чисто макет приложения. Также вы можете настроить нативные списки, экраны загрузки таким же образом. Действия все аналогичны. Что делаем дальше? Давайте посмотрим. Мы вроде как все настроили, вроде как у нас уже все есть. Это моя демонстрация, давайте посмотрим. Давайте попробуем подключиться к нашему приложению. Давайте подключимся. Я попытаюсь показать в реальном времени, как нужно подключаться к этому приложению, как увидеть результат разработки. Давайте посмотрим. Время, чтобы подключиться. Давайте посмотрим. Поменяем камеру. Мы подключились. У нас есть приложение для разработчиков, как вы видите, Bittrex Mobile называется. Bittrex Mobile. Вот это вот иконка оранжевого цвета. Мы переходим в него, его можно скачать с Google Play и App Store. И попытаемся подключиться к нашему приложению. Здесь кнопочка «Подключиться». Здесь прямо есть ссылки на Google Play и на App Store. Переходите, посмотрите, что это за приложение. Вы можете ввести адрес в этом поле, который указан здесь. Либо сосканировать QR-код. Я выберу сосканировать QR-код. Итак, наше приложение подключилось. Давайте посмотрим, создался аккаунт. И мы попытаемся перейти в это приложение. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь демо-приложение. Демо-приложение, которое было создано нами в форме в самом начале. Давайте посмотрим, какими функциями обладает наша платформа. Итак, локальные уведомления. Давайте посмотрим. Здесь есть показ локальных уведомлений разных цветов, разных размеров, с картинками, без картинок. Это демонстрация нашего. То есть это нативный интерфейс, с которыми вы можете взаимодействовать. Использовать эти уведомления вы можете для чего вам угодно. То есть показывать какие-то сообщения пользователям, говорить о том, что у него нет сети, или он указал какие-то поля, или что-то в этом роде. То есть разрабатывать там дизайн этих уведомлений в принципе не нужен. Все сделано за вас на Android и iOS. Все это делается одинаково. Списки. Нативные списки. Вы как видите, списки, допустим, контактов в iOS или в Android. Вот это примерно такие же списки. Они выглядят так, как они выглядят обычно в той системе, в которой запускается приложение. Ну, в принципе, можно посмотреть разные списки. Списки выбора нескольких значений. Списки выбора с алфавитным указателем. У тебя там какой-то дебаг был даже, да? Нет, это не дебаг, это просто. Это просто так должно быть, да? В общем, демонстрация работы списков. Итак, что еще есть? Есть навигационная панель, работать с навигационной панелью, показать текст, допустим, можно навигационную панелью. Ваш заголовок. Можно показать дополнительный текст. Можно добавить картинку, добавить обработчик. Вот видите, если вам видно, работает. Callback работает. Сменить цвет можно в навигационной панели. Синий, желтый, какой угодно. То есть все это делает наша библиотека. Что еще можно посмотреть? Контекстное меню. Контекстное меню тоже нативный элемент интерфейса, который вы можете использовать в своих приложениях. Элементы выбора. Так называемые пикеры. Выбор дат с разными ограничениями. То есть только время, только дата. Только заданный интервал дат и так далее и тому подобное. Выбор нескольких значений. Все это контрольчики, которые мы реализовали на Android MyOS. Вы можете это использовать без ограничений. Скользящая панель. QR-код сканер. Тоже есть у нас такой. Это вы можете его использовать. Фотогалерея. Использование фотогалереи очень просто. Там все это. Вы можете показать картинку, расшарить ее. Можно, допустим, расшарить в Bitrix24. Смотрите. Эти функции есть. Можно загрузить в портал какой-то у меня есть. Отправить. То есть все эти функции вы автоматически получаете в платформе. То есть расшаривание, сохранение, просмотр нескольких фотографий. Все это у вас будет автоматически. В принципе, все это делается одной функцией. Ну, наверное, на этом все. На показе демо. Давайте посмотрим все-таки, как вообще все это работает внутри. Я хочу показать немножко кода. Раз уж у нас разработчики присутствуют. Так, давайте посмотрим. Разработка приложения. А вы, как разработчики, которые нас слушают сейчас, вы должны использовать только JavaScript. В принципе, больше вам ничего и не нужно делать, чтобы пользоваться всеми функциями платформы. Итак, я подготовил пример. У нас есть такое специальное приложение Webinar. Опять же, сейчас я переключусь на свою живую демонстрацию экрана смартфона. Давайте посмотрим, попробуем подключиться, опять же, к нашему новому приложению, точнее, к заготовленному. Опять же, я пользуюсь QR-кодом. Перехожу. Что мы видим? Я вижу контент страницы, которые я заготовил специально для этого вебинара. И давайте посмотрим, как эта страница выглядит в коде. В принципе, вот она, простая страница. Сейчас я продемонстрирую, как в реальном времени ваше приложение будет меняться. Вот Евгений Петриченко написано. Зовут меня Евгений Петриченко. Давайте напишем Олег Стракатый. Букву пропустил. Извини, Олег. Олег Стракатый. Теперь просто обновляем страничку в приложении, и это будет Олег Стракатый. Но только есть некоторая загвоздка. У нас, к сожалению, нет фотографии Олега Стракатого, но фотографию мы можем прямо сейчас сделать. Олег, улыбнись. Давайте посмотрим. Теперь у нас есть Олег Стракатый. То есть здесь реализованы простые функции. Вызов камеры, передача фотки на страницу и вставка этой фотки в нужное место вашей страницы. Олег Стракатый у нас появился. Допустим, мы хотим взять и поменять, например, или задать заголовок нашей страницы. Не страница, но это называется экранчик в нашей терминологии. Он нативный, поэтому просто так его не сделать, а у нас есть специальные API для того, чтобы это сделать. Давайте попробуем задать заголовок профиль. Я обновляю страницу. И теперь я вижу слово профиль. Могу профиль пользователя. Профиль пользователя. Действительно, я вижу профиль пользователя. Я хочу добавить кнопку. Использую опять же наш API. Добавляю кнопку. Кнопка будет называться «Подробнее». Будет вызываться функция открытия другой страницы в моем мобильном приложении. Давайте посмотрим. Обновляем. Действительно, появилась кнопка «Подробнее». Можем перейти. Здесь у меня вторая заготовленная страница. Она у меня справа. Здесь у нас есть другая моя фотография, другое мое имя. И я хочу показать некоторый элемент интерактивности. Интерактивности в мобильном приложении. Вот, посмотрите. У нас теперь есть два экрана, перед которыми мы можем просто перемещаться. Как вы видите, здесь нативная навигация. И я хочу передать информацию с одной страницы, вот с этой страницы, которую вы видите на экране, на страницу, которая была предыдущая. И чтобы там все поменялось. То есть такой элемент интерактивности. Я использую специальные события. Есть такая у нас функция в библиотеке. Называется «AddCustomEvent» и «OnCustomEvent». На первой странице я вызываю «AddCustomEvent», как вы видите. Вот этот ход, который я вызываю. Он принимает на вход объект, который содержит поле «Name». И мы просто вставляем в div новое имя, которое к нам прилетит. На второй странице у нас есть такая функция «Change». Функция «Change» вызывается, когда я нажимаю на кнопку «Изменить имя». И вот это имя, которому вы видите, Евгений Петровиченко, оно передается странице номер один, который меняется. Давайте посмотрим. Итак, опять же, напишем здесь. Олег. Нажимаем «Изменить имя». У нас опять Олег. Олег, извини, что мы тебя сегодня так много фоткаем. Действительно, Олег. Добавим здесь строкаты. Все, все действительно меняется. И таким образом вы можете использовать функции нашей платформы для создания приложения вот с такими интерактивными функциями. То есть, как вы видели, в реальном времени я могу все менять. Опять же, могу показать на второй странице, как все это меняется. У меня здесь название «Профиль 2». Могу написать «Вебинар», обновляя страницу, все меняется. И такой же эффект получат ваши пользователи. То есть, когда у вас приложение уже установлено у тысячи пользователей, вы что-то меняете у себя на сайте, в них автоматически все это будет меняться и добавляться. Вот у нас есть как раз-таки заготовленный пункт «Меню», за него отвечает вот этот вот файлик. Я могу любой пункт «Меню» добавить, могу убрать. Допустим, опять же, напишу «Пункт «Меню» «Вебинар», обновляя меню, появляется пункт «Вебинар». И все в таком духе. Таким образом происходит разработка дизайна, функций, приложения на платформе «Битрикс Мобайл». Коллеги, давайте вернемся в презентацию. Итак, посмотрим. Наше приложение состоит, как вы уже видели, из трех частей. Вот вы видите приложение «Битрикс 24». Сделано оно на той же платформе, чтобы там кто не говорил, чтобы не говорили, что как-то там по-другому все сделано. Все сделано с помощью тех же самых функций и является ярким примером, яркой демонстрацией всех функций платформы. Состоит оно из трех частей. Основной стек, левый слайдер и правый слайдер. Все это вы можете использовать в своих приложениях и в документации подробно описано, как это сделать. Итак, как сделать правильно? Ну, тут будет несколько рекомендаций. Как правильно делать приложение с учетом того, что вы все-таки разрабатываете не сайт, а приложение. То есть и там немножко другие правила, немного другие каноны. Давайте посмотрим. На нашей платформе есть такой пейдж-менеджер, который помогает вам управлять вот этими экранами, которые я показывал. То есть открывать их, закрывать. И рекомендуется использовать именно его. Давайте посмотрим, как работает правильно, а как работает неправильно. Давайте первый пример. Вот этот слева. Нажимается на страницу 1, на страницу 2, на страницу 3. Пользователь просто перезагружает страницу здесь и вернуться он обратно не может. Это плохой пример. Это разработчики так часто делают, но я так делать не рекомендую, поэтому я рекомендую использовать функции платформы, как функция платформы будет себя проявлять. Посмотрите. Мы переходим на страницу 1, на страницу 2, на страницу 3. И пользователь просто может вернуться назад. И тут у нас осуществляется навигация, нативные элементы у нас тут работают, работают нативные анимации и полностью навигация, которая в данном случае работает под апелляционной системой iOS. Итак, использование Аякса. Я не рекомендую в приложениях перезагружать страницу. Если пользователь зашел на страницу, ему будет потом скучно видеть эти лоудинги, когда вы будете пост делать на страницу, перезагружать что-то. Поэтому лучше все это делать анимированно, красиво и пользователю не давать скучать. Потому что очень много ситуаций, когда пользователь находится в зоне плохого интернета, Edge, 3G, что угодно. Поэтому ваше приложение ни в коем случае не должно зависнуть на стадии поста данных на страницу, потом получать ошибку 502 или 500, и это будет очень плохо. Все нужно делать Аяксом. Вот в первом случае, получается, мы очень долго ждали и показали какую-то невнятную надпись, и вы авторизовались. Дальше пользователю вообще непонятно, что делать. Это плохой пример. Другой пример, как правильно делать. Пользователь нажимает «Отправить», и у него появляется лоудинг, в данном случае нативный, опять же, вызываются функции нашей платформы. И пользователь ждет, пока что, ну, ура, авторизовались. То есть пользователю нужно что-то показывать, нужно с ним взаимодействовать. Давайте посмотрим дальше. «Лэзи лоуд». Есть специально такая штука, наверное, в разработчике, который довольно опытный, его используют и на больших сайтах. То есть это подгрузка картинок или элементов только в тот момент, когда пользователь их видит. В мобильном приложении «Битрикс24» у нас это реализовано. Можно посмотреть, как это работает. Видите, картинку ее сейчас не видно, а вот сейчас, когда я ее скрываю, ее видно. То есть это отличный паттерн, и он должен обязательно использоваться при разработке приложения. Нужно экономить трафик пользователя. Ну и, в принципе, то есть страница будет загружаться быстрее, если вы не будете сгрузить все сразу. То есть это правильное решение. Опять же, у нас есть специальный объект в библиотеке «Битрикс Мобайл Лэзи Лоуд», который можно использовать для ленивой загрузки картинок. События. Я продемонстрировал это событие на примере изменения имени перехода туда и обратно, когда профиль менял. В принципе, здесь все понятно. События нужно использовать в тот момент, когда вам нужно на одной странице отобразить данные, которые были изменены на другой странице. То есть в реальном времени, без перезагрузки, чтобы пользователь вообще ничего не заметил. Такая интерактивность. Все это достигается использованием событий. Если вы хотите посмотреть, как это работает в реальном кейсе, вы можете посмотреть исходники приложения «Битрикс 24» модуля «Мобайл». В дедакции любой «Битрикс 24» вы можете посмотреть, как все это работает. Там мы используем сотни этих событий. Просто сотни. События «Битрикс Мобайл» вызываются вот таким вот образом. Вызов события и обработка события. Опять же, демонстрация была. Я показал, как это работает. Может показаться, что я говорю про эти мобильные события, что это вроде какая-то ненужная вещь, хотя на самом деле это в некоторых случаях прямо фундаментальная штука, которая позволяет решать невероятные задачи, в том числе интерактивность, изменение данных и вообще, в принципе, делать приложение живым. Я рекомендую это использовать. Итак, публикация приложения. Последний такой этап, когда вы все сделали, вам все нравится, заказчику все нравится, и вы готовы опубликовать приложение. Первое, что вам нужно сделать, это первое, я сейчас говорю. Если вам нужно это приложение опубликовать в двух магазинах, вам обязательно нужно купить аккаунты. То есть мы не будем публиковать приложение от своих аккаунтов, потому что это, в принципе, не совсем правильно, потому что приложение, во-первых, если его, он будет какие-то неправомерные действия делать, то наш аккаунт будет заблокирован, к сожалению. Если вы будете публиковать приложение с какими-то брендами, какие-то, которые у вас будут существовать в приложении, обязательно аккаунт должен быть от того юридического лица, которому принадлежит этот бренд. Поэтому обязательно нужно свои аккаунты создавать. Это стоит около 100 долларов, это для App Store, ежегодная оплата, и 25 долларов для Google Play. По-моему, там пожизненно. То есть купили, и у вас всегда это будет. Как запустить свое приложение, которое вы сделали на нашей платформе? Давайте переключимся. У нас есть такая форма на сайте. Надеюсь, видно, какой адрес. Вы покупаете лицензию, стоит она, по-моему, 47 900. Вам выдается ключик. С помощью этого ключика вы можете оформить заявку на сборку вашего уже разработанного приложения. Форма довольно-таки объемная, потому что для магазинов нужно очень много данных. Мы постарались сделать все максимально просто и много сделали проверок, чтобы пользователь не ошибился при загрузке каких-то файлов или указания каких-то данных. Допустим, загрузки каких-то картинок. В принципе, нам форма сообщает, что вам нужно загрузить картинку с другим разрешением. Или, допустим, когда я пытаюсь загрузить какую-нибудь, даже не картинку, какой-нибудь другой файл, нам об этом форма сообщит. Отдельно тут заполняются данные для Google Play, для iTunes Connect. Обязательно указываются оплаченные аккаунты, чтобы мы смогли все это опубликовать. Версии приложений, краткое описание и другие обязательные данные. Когда вы все заполните, форма пропускает вашу заявку, мы со своей стороны видим в своем интерфейсе вашу заявку и обрабатываем ее. То есть пишем вам об ошибках, что вам нужно поправить по возможности. Если все хорошо, мы приступаем к публикации ваших приложений. Скорость публикации, скажем так, когда ваше приложение увидят пользователи, эта скорость зависит от скорости проверки вашего приложения в App Store. Это может быть от 5 дней, от 2 дней, как угодно. Поэтому мы публикуем и уже ждем, когда осуществится проверка вашего приложения. Google Play – это все быстро. Далее, когда вы хотите перевыпустить свое приложение, вы просто заходите в список своих приложений и просто нажимаете «Перевыпуск». Мы, в принципе, просто перевыпускаем ваше приложение заново. Вот и весь процесс публикации, в принципе, в идеальном мире, конечно. Вам даже не придется взаимодействовать с магазинами Google Play и App Store, но так обычно не бывает. Есть какие-то юридические вопросы решаются, то есть названия и так далее. И чаще всего разработчики все-таки сталкиваются. Но первый запуск, мы, в общем, мы готовы вам помочь. Окей, у нас есть несколько вопросов. Прежде чем мы перейдем, переключимся к Александру, я думаю, что как раз-таки отвлечемся. А у нас есть еще немножко пару приложений, которые можно показать. Но я, наверное, после вопроса. Я думаю, да. И, возможно, скорее всего, может быть, их Александр покажет. Ну, по времени, да, мы не укладываемся? Да, по времени мы не укладываемся. Парочка вопросов. Вы все-таки говорите не про нативные приложения. То есть нативные приложения наша платформа не осилит, так? Ну, наша платформа фактически разработана для создания гибридных приложений. Гибридных приложений, соответственно, это основная часть контента, основная бизнес-логика вся. Пишется на JavaScript, выполняется в браузере. Но через API можно добавлять нативные элементы, использовать нативную навигацию и другие какие-то фишки платформы, которые предоставляются именно конкретно нашей платформе. Вот смотри, еще вопрос. В мобильном приложении нет реализации поиска по открытому документу. Ищет по всему приложению. Техподдержка говорит, что это ограничение в платформе. Что-нибудь планируем в этом ключе улучшить, поправить или нет? Не совсем еще раз вопросы. В мобильном приложении нет реализации поиска по открытому документу. Андрей, не очень понял, по документу открытому какому? По приложенному, либо по странице, что подразумевается по документу? Ну, то есть там вообще нет поиска. Если уже так говорить, то есть нет никакого поиска, в принципе, у нас никаких, ни по документу, то есть просто там прозвучала фраза о том, что есть поиск по всему приложению, то есть, ну, я не совсем понял. То есть поиск по тексту документа или по конкретно контенту. То есть, ну, да, у нас сейчас в тех элементах, которые у нас, скорее, тех контроллеров, которые у нас открываются, контроллечек, у нас они наиболее простые. Вы их можете, в принципе, сохранить и в других приложениях открыть и поискать, но, к сожалению, пока поиска у нас действительно нет. То есть, может быть, в будущем мы реализуем. Правильно ли мы понимаем, что скорость работы приложения, вот, не нативного, будет зависеть от скорости работы, собственно, веб-сервера? В том числе, конечно. То есть, все, что мы должны сделать для скорости, мы уже делаем, а очень-очень-очень сильно зависит от того, насколько вы оптимально написали ваше приложение. То есть, скорость отдачи контента, работа сервера, база данных и так далее и тому подобное, все это будет, как на обычном сайте, это все будет влиять. Окей, когда будет использоваться новая версия Cardo, тобой, очевидно, когда поддержишь? Вообще, это распутчатое понятие, но там нужна конкретная версия. Мы всегда используем новую версию Cardo. Но так как новая версия Cardo, ну, если вот так взять, она выходит почти каждые там три месяца, то есть, обновлять каждый раз три месяца просто не всегда имеет смысл. Вопрос, скорее, нужно переформировать, что вы хотите получить, какие функции, которые есть в новой версии Cardo, ну, то есть, что вам не хватает. То есть, какие функции. Если эти функции нужно получить путем обновления Cardo, то мы будем в это направление двигаться. Окей, давай тогда поделись приложениями, которые у тебя были. Я буду уже включать Сашу. Он нам тоже рассказывает. Я много рассказывал про то, как эти приложения создавать. Теперь давайте посмотрим, какие приложения у нас уже были реализованы нашими партнерами. Мы уже опубликовали больше сотни, больше трехсот приложений. Я уже стал заговариваться. Больше трехсот приложений мы уже опубликовали разного рода. Давайте опять посмотрим. Опять я включил свою камеру. Точнее, мне Mac включил камеру. Я подключился к смартфону, и я заготовил специально приложение. О, даже уже мы сразу видим приложение. Итак, приложение. Приложение, которое написала компания WebStudio Крайт. Это наш партнер, который будет после нас выступать. Он дал свое разрешение для того, чтобы показать. Ты ему расскажешь, что рассказываешь? Да, приложение. Ну, я просто покажу. Действительно, это хороший пример, отличный дизайн. Посмотрели, как все это выглядит. Ну, в принципе, очень сложно отличить, что это вообще какой-то веб. По функциональности я вам прям сильно не скажу. То есть, ну, выглядит это неплохо. Я так понимаю, магазин какой-то. Всякие наши нативные элементы используются. Надеюсь, вам все это видно. Давайте посмотрим еще приложение, которое находится у меня в топ. В топ, сказать, в топ-3, как минимум. Есть приложение маршрутного такси Республики Беларусь. Как бы ни странно все это не звучало. Но, тем не менее, действительно, оно довольно-таки качественно. Тут есть интеграция с картами. Используются, опять же, наши нативные элементы. Есть такая интересная штука, как ночной режим. Раз. Который в реальном времени меняется. Это вообще круто. Какое-то общее меню есть. Переход на интерфейс водителя. Все. Причем очень быстро. И без всяких перезагрузок страницы все это очень круто, быстро работает. Отличное приложение. И я надеюсь, оно еще и полезное. Окей. Саша, мы тебя сейчас включаем в микрофон. Я хочу, чтобы ты пару слов уже сказал. Ты уже можешь говорить. Что-нибудь скажи нам, чтобы мы тебя услышали. И давай тебе дадим. Еще раз, здравствуйте. Ну окей, идем. Слышно меня хорошо? Да, мы тебя слышим. Замечательно. Благодарю вас. Конечно, вы мне усложнили задачу, потому что что-то я буду, наверное, дальше дублировать. Вы уже рассказали о многом. Ну давайте с вами попробуем, что из этого получится. Подожди, тебе экран включить? Ну, желательно, конечно, да. Сейчас, я тебе передаю тогда право на показ. Все, давай. Да, давайте с вами попробуем поговорить про мобильное приложение. Вообще ориентировался, как обычно, все-таки на клиентов, которые среди наших слушателей есть. Но попробуем как-то это все объединить и поговорить, может быть, немножко об опыте, который мы получили при разработке мобильных приложений. Скажу честно, с первого опыта у нас не все получилось, но все-таки приложение мы сегодня смогли опубликовать наконец-то по второму победению. Но обо всем по порядку. Немножко статистика, о которой уже говорили, но я немного ее дополню, она мне очень нравится. Мобильный рынок, мы уже с вами прекрасно знаем, что это один из самых быстро растущих сегментов интернет-рекламы. И только за последний год этот показатель вырос где-то на 90%. Из 80 миллионов пользователей интернета в России, мобильного интернета, будем так говорить, 50 миллионов, я вам обрехал, из 82 миллионов пользователей России, 50 миллионов являются пользователями мобильного интернета. И 12 миллионов из них используют мобильные устройства. Если мы посмотрим на данный график, это аналитика за 2015 год, мы можем увидеть, что 14% выходят в интернет исключительно только с мобильных устройств. Если немножко посмотреть на прогнозы, которые говорят нам аналитики, то ситуация изменится следующим образом. 48% пользователей начнут выходить исключительно только с мобильных устройств. Это нам говорит о том, что десктопом начнут пользоваться все меньше и меньше. И быть может десктоп когда-то в ближайшие годы, может в ближайшие 5 лет останется только на рабочих местах, мы будем приходить на работу и использовать компьютеры. Все остальное у нас идет в мобильный телефон. Если сравнить эту статистику где-то с цифрами какими-то, то объем российского рынка именно не игровых мобильных приложений, а коль мы говорим о библиотексе и гибриде, то делать там игры, наверное, не совсем разумно, то в 2015 году эта сумма составляла 132 миллиона долларов. Прогноз на 2018 год составляет 569 миллионов долларов. Очень значительный скачок, который говорит нам о том, что это направление будет развиваться и разработчики, веб-студии, различные агентства должны заинтересоваться этим рынком. То есть скачок уже намечается, не знаю, как у вас по спросу клиентов, мы с этого года начали замечать очень большой рост именно запросов с клиентов, которые хотят сделать мобильные приложения. И уже начинаем задумываться, не стоит ли сделать основной своей услугой, это мобильные приложения, особенно гибридные, на которых конкуренция достаточно невысокая. Кому же стоит сделать мобильные приложения? То есть кому стоит сделать, если вы клиент, и кому стоит его, в принципе, продавать? Сейчас опять же будем говорить в основном адаптированные приложения именно на битве, которые можно сделать на битве. Первое – это компании, для которых мобильные приложения будут являться основным источником продаж. Это так называемая mobile first-компания. Это могут быть различные сервисы, доставки еды, как пример, который нам демонстрировался раньше. Это сервисы такси, это бронирование билетов, гостиниц, различные платные и бесплатные приложения. То есть ограничений нет, вы также можете опубликовать свое платное приложение и его, условно говоря, продавать. Вторым игроком рынка является, естественно, e-commerce, который у нас очень вовремя развивается. Это все интернет-магазины. В данном случае, наверное, приложение будет выполнять роль дополнительного канала продаж в текущих реалиях, потому что, наверное, еще не все пользователи привыкли покупать на сайтах, на адаптивных сайтах мобильные приложения, чуть-чуть денег еще новое. Опять же, по данным исследований, Россия уже попала в тройку лидеров по показателям мобильной конверсии, опередив многие европейские страны. При этом большая часть производится именно через мобильные приложения. И третий игрок, так скажем, рынка, кому стоит это предлагать, это традиционный бизнес, для которого мобильное приложение – это, наверное, часть программы лояльности. И основная задача, наверное, наладить коммуникацию с клиентом, предоставить какие-то дополнительные услуги, дополнительные акции, предложения, чтобы совершать новые повторные продажи. Таким образом, можно увидеть достаточно большой рынок, в котором можно искать себя и искать своих, условно говоря, клиентов. Очень часто мы начали это встречать, когда начали предварительно предлагать клиентам делать мобильные приложения. К нам приходил тот же сервис службы доставки в Динадом по Москве. Изначально клиент к нам пришел с запросом «Нам нужен интернет-магазин». Мы хотим интернет-магазин продавать, условно говоря, товары, которые свежие, только что из магазина, у нас свои поставщики и так далее. Нам достаточно сложно было все-таки его переубедить и перевести, хотя мы приводили большое количество аргументов, какая польза от мобильного приложения. То, что заказывать еду с компьютера – это неэффективно. То, что человек заказывать еду на дом может в метро, сидя в автомобиле, стоя в той же пробке, идя по улице и так далее. То есть компьютера у него, как правило, под рукой нет, а включать адаптивный, использовать адаптивный сайт не всегда удобно. Это нужно помнить все адреса сайтов, сохранять их в закладке, но мало кто этим пользуется. Поэтому, если вы решите продавать мобильные приложения и предлагать их клиенту, вы будете встречать множество возрождений. И говорят, нам не надо, мы подождем, это дорого, нам кажется, что нашим клиентам это не надо. На самом деле, в прошлом докладе было очень много преимуществ мобильного приложения, опять же, по сравнению с тем же адаптивным сайтом. Статистика, которая говорит о том, как развивается рынок, и вообще можно любому клиенту просто-напросто сказать, что у него мобильный телефон всегда в руках. Он даже когда находится с вами на встрече, у него не расстается. Поэтому аргументов здесь можно привести огромное количество. И некоторые часто задаваемые вопросы, наверное, советы по именно разработке мобильных приложений. Очень часто приходят клиенты и говорят, что нам необходимо разработать мобильное приложение для того же андроида, либо для того же диета. Соответственно, первое ключевое, что мы им говорим, то что на Bittrex мы можем сделать вам универсальное приложение и для одной, и для другой платформы. Опять же, если клиенты начинают выбирать на чем-то одном сделать, ну это то же самое, как сделать выбор между контекстной рекламой в Яндекс.Директе, либо Google AdWords. То есть вы будете терять определенный трафик аудитории. Да, по статистике 65% это приложения, которые публикуются на андроиде, но давайте все-таки не забывать то, что Apple-овская аудитория у нас достаточно протяжеспособна. iPhone у нас в крупных городах, по-моему, у каждого второго человека. Не знаю, как там обстоят дела с приложениями. Да, там более сложная модерация, может быть, из-за этого более серьезные требования, более сложная разработка, но, допустим, для гибридных приложений эта разница не такая существенная. Поэтому аргументом для разработчиков это будет однозначно то, что на Битрикс можно сделать подходы платформы одновременно, то есть охватить больше аудитории. Для клиента это охватить больше аудиторию своих потенциальных покупателей. Следующий момент. Обязательно ли нужен сайт? Допустим, у клиента нет сайта, он его только хочет сделать, либо он делает выбор. В данном случае не вижу никакого смысла делать сайт, можно установить на чем-то одном. По факту, мобильное приложение должно заменять свой сайт, будь то доставка еды, будь то доставка, какие-то клининговые услуги, сервисы, такси и так далее. Если же вы хотите каким-то образом охватить трафик, который может приходить с дистопа, то просто элементарно делаем обычный лендинг, на котором рассказываем преимущество нашего сайта, нашего решения и перенаправляем людей на скачивание того же приложения. Если же, конечно, бюджет позволяет, можно сделать и то, и другое. Так, для примера, не планировал, ну давайте с вами попробуем. Для нашего приложения... Ладно, не попробуем, не получится. Я попозже открою, мы будем дальше в слайде. Да, соответственно, можно ограничиться лендинг-пейдж. Позже продемонстрирую, как он может выглядеть. Следующий момент. Публикация. На самом деле, казалось, что это будет гораздо простой процесс, и тут первые камни представления именно для клиентов. Если вы обращаетесь в любую компанию, не знаю, делают они приложения на бизнес, либо делают какие-то нативные приложения на других платформах и так далее, ключевой вопрос, который у вас должен стоять, кто будет заниматься или как. Потому что самостоятельно процесс этот вы выполнить, боюсь, что, наверное, не сможете. Поэтому вам здесь обязательно должен кто-то помогать. В приложениях Bitrix публикацией занимается Bitrix, которым мы просто, так скажем, заполняем ряд полей. Там для партнеров стоит знать, что придется запомнить множество полей, стоит предоставить скриншот, предстоит отрисовать иконки и так далее. То есть все это стоит закладывать во временные трудовые ресурсы. Битрикс соберет ваше приложение, не знаю, как периоды большого спроса, по крайней мере, наше приложение собирались за пару дней, то есть все достаточно быстро. И после этого оно отправляется на модерацию в Google Play и Apple Store. С Google Play все очень просто. Буквально пара нажатий, 29 долларов, и ваше приложение лежит. С удовольствием пользуйтесь. Что касается Apple Store, то здесь есть свои нюансы. Помимо того, что более жесткая модерация, во-вторых, стоимость аккаунта разработчика, это должны знать и клиенты, и партнеры, и опять же закладывать бюджет, стоит 100 долларов. Но это только в том случае, если вы будете публиковаться как частный пользователь, то есть как физическое лицо. Если же по какой-то причине, вообще разумно, вы хотите опубликовать приложение, от Юрика, то есть это ООО либо ИП, то Apple Store от вас потребует специальную проверку, и стоимость такой проверки составит для вас 12 тысяч рублей. Поэтому прежде чем делать, ну даже запараллелить процессы во время разработки приложения, для клиента стоит заняться всей этой процедурой, потому что она по факту может занять от двух до трех недель. Для разработчика об этом стоит предупредить клиента, чтобы не было каких-то конфликтов с формой ситуации, когда вы начинаете первый раз делать свое приложение, начинаете его публиковать, а потом узнаете о том, что нужно заплатить Google Play, Apple Store и еще, и еще, и еще, и в итоге ценник начинает на всяких мелочах растить, раститься, ну и время, которое вы тратите, тоже увеличивается. Следующий момент. Обновление. По факту мобильное приложение, как говорилось, это сайт, поэтому глобальных обновлений делать нет смысла, то есть это либо, если будет что-то очень серьезно меняться, приложение потребуется его новая сборка, либо если вам придется поменять какие-либо названия, которые уже потом поменять будет невозможно, то есть вам придется совершить новую сборку приложения. По факту, если вы захотите делать даже редизайн, никаких обновлений вам не потребуется. Вы просто меняете сайт, и оно автоматически, весь интерфейс меняется в приложение. Управление. Это более клиентская сторона, то есть весь функционал, который доступен в бусе, в битрикс, редакции, там, малый бизнес и бизнес, вы можете полностью использовать в своем приложении, соответственно, управление заказом, наполнение товаров, различные свойства и так далее, вы можете задавать через административную панель. То есть это, во-первых, удобно, это не требует... привыкать... нет необходимости привыкать к какому-то новому функционалу, все достаточно обыденно, к битриксу, условно говоря, мы уже привыкли. Почему стоит выбрать битрикс, а не какие-либо... ну, допустим, простой выбор, почему все-таки гибрид битрикса, а не те же нативные приложения? Ну, во-первых, это стоимость. Стоимость разработки, стоимость внедрения, стоимость для самого разработчика по созданию этого приложения. По нашей аналитике она раза в три отличается. То есть натив стоит раза в три больше, чем гибридное приложение на битрик. Поэтому порой конкурировать среди, наверное, малого, среднего бизнеса, среди простых и средней похожностей приложений очень просто. Вы, по крайней мере, будете убивать это ценникам, и не стоит его ставить такой же, как у натива. Все-таки у нативных приложений преимуществ больше. Ну и второй момент – это скорость запуска. Вам не нужно иметь отдел мобильных приложений, иметь большой штат. Если ваш разработчик подбирается в битрикс, если он прочитал, и это очень рекомендую перед тем, как делать мобильное приложение, прочитать всю документацию, прочитать все функции, которые есть у приложения битрикс, особенно те нативные функции, которые оно использует, то, о чем, опять же, говорилось раньше, то проблем со сборкой никаких не будет. И последний момент – это, поможет, не последнее, что стоит ли делать сложный сервис? И такой вопрос был. На самом деле мы по своему опыту скажем, что нет, если вы хотите создать какую-то игру, какой-то сервис, на котором будет большая нагрузка, не знаю, файлы хранения, фотографии, свой же Инстаграм и тому подобное, боюсь, что приложение может исправиться, оно будет работать очень медленно, и функции, которые сейчас есть, наверное, это не позволит делать. Это будет, так скажем, велосипед. Опять же, если же задача стоит сделать что-то простое, там, интернет-магазины, корпоративные сайты, сервисы различные по доставке продуктов питания, сервисы приема таблеток, сервисы такси и так далее, перечислять можно очень много, но там не будет очень сложного функционала, не будет огромного количества пользователей, то есть это не будет, по факту, социальная сеть, приложение Bittrex с этим справится. По поводу разработки именно гибрида, да, постоянно говорится, что это сайт, то есть вы, в принципе, это делаете с сайта, у вас есть замечательный конструктор, но подход должен немного отличаться, если вы делаете, как обычно, дофинный сайт, будете грузить все фотографии, они будут загружаться постоянно в ваше приложение, то есть по факту, заходя на каждую страницу, мы всю информацию подтягиваем с сайта, то есть, простыми словами, по факту, приложение – это наш браузер, оно будет грузиться очень-очень долго, поэтому здесь нужно оптимизировать все изображения, здесь нужно стараться подгружать сначала ту область экрана, которую видит пользователь, опять же, об этом не говорилось, потом подгружать все остальное. Опять же, здесь не буду более глубоко это обсуждать, если интересно, вы можете просто нам написать, я вас свяжу с нашим разработчиком, техническим специалистом, который занимался приложениями, он вам с вами поделится опытом, как бы это приложение сделать сразу и правильно, то есть даже после публикации нашего приложения мы уже поняли, что следующее мы будем делать немного иначе и немного с другим подходом, потому что все-таки скорая загрузка действительно страдает. Идем дальше, это реклама, то есть, как рекламировать мобильные приложения, тоже возникает много возражений со стороны клиентов о том, что, а как я буду рекламировать, зо-продвижение всеми любимыми здесь сильно не работает, контекстная реклама, как же, там же первые 5 строчек, которые выдают сайты и так далее и тому подобное. На самом деле мобильные приложения рекламировать порой еще проще, потому что конкурентам достаточно низко. Но в первую очередь, что мы рекомендуем сделать, если мобильное приложение получает клиент, либо вы продаете клиенту, который уже имеет свою базу. Это сделать простейшую email-рассылку по базе клиентов, на ней можно легко аттестировать приложение, получить первые отзывы и подняться немного, наверное, в поиски за счет живой активной аудитории. Следующий момент – это контекстная реклама. У Яндекса Директа, ну, наверное, неправильно сказать, совсем недавно, но уже в прошлом году, появилась возможность активной рекламы мобильных приложений. То есть пользователь теперь, вбивая сервис доставки продуктов питания, если вы продвигаете свое мобильное приложение, будет сразу потягивать фотографию, иконку вашего приложения, его название и будет кнопку «Установить». То есть вас будут сразу прикидывать веб-пунктуры, либо Google Play на постановку. Соответственно, все очень просто, не требуются никакие лендинги, не требуются никакие сайты адаптивные, на которые будут предложения «Установить в наше приложение» и так далее. То есть если пользователь заходит в мобильное устройство, вы ему предлагаете установить мобильное приложение. Все это настраивается очень гибко, то есть если вы зашли в Яндекс, поэтому, условно говоря, iPhone 7 и ваше приложение поддерживает iPhone 7, и есть для iPhone 8, вам будет предлагаться установить это приложение именно под него. То есть очень гибкая настройка. Следующий момент – это, естественно, социальные сети, потому что, ну, это немного где-то холодная аудитория, но опять же, везде индивидуальная. Аналогия примерно та же. Человек вступает в группу, и когда ему интересна какая-либо услуга, либо такой-либо товар, он помнит, что он был в этой группе, и обращается к компании. Примерно механизм мобильного приложения тот же самый. Мы его используем в некоторых случаях, как напоминание о том, что оно есть. И когда у нас возникает необходимость, мы им пользуемся. Те же службы доставки воды, эвакуаторы, такси и так далее. Соответственно, социальные сети, совместивая с мобильным приложением, как правило, получается хороший объем трафика, который на него идет, большое количество установок, и реклама в социальных сетях, если вы умеете там настраивать таргеты, если вы используете посевы и тому подобное, то в разы меньше, чем та же контекстная реклама. То есть трафик очень дешевый. Ну и последний момент – это оффлайн-реклама, о которой не стоит забывать, особенно в крупных городах. То есть где у нас больше всего времени проводит аудитория, где она находится долгое время, опять же, это вагоны метро, это метро, это остановки общественного транспорта, если ваше, так скажем, ваше приложение ориентировано на большую аудиторию. Опять же, различные бизнес-центры, различные рестораны, все это можно договариваться, это отмечать свою рекламу, и пользователи, как правило, будут, видя ее, когда им делать нечего, скачивать приложение, знакомиться с ним и, может быть, даже пользоваться. Для чего стоит еще раз использовать мобильное приложение? Ну, во-первых, это увеличение клиентской лояльности, получение повторных продаж, продаж, рост среднего чека и уменьшение бюджета на рекламу. То есть более детально рассказывать не буду, как и за счет чего это достигается, но эти задачи, как правило, решаются, и конверсия мобильных приложений в разы выше, чем, ну, в разы, наверное, я переборщил, но она гораздо выше, чем у обычных адаптивных сайтов. Уровень доверия другой, повторные продажи идут, и, как правило, средний чек за счет тех же пуш-уведомлений мы можем увеличивать, предлагая пользоваться каких-то дополнительных товаров, уведомляя его об акции, о каких-то новинках и так далее. Что в итоге и как это все можно подытожить? Сейчас достаточно подходящий момент для инвестиций именно в мобильные приложения, потому что конкуренция достаточно слабая. Опять же, по опыту мы измеряли те же службы доставки товаров на дом. Если посмотреть те приложения, которые на сегодняшний день работают, они заглохли, конкуренты, доставка большая нить. То есть конкурировать в интернете с 20-30 сервисами, которые это предоставляют, это одно дело. Когда их по факту 3-4-5, да, там есть гиганты, но есть и обычные ваши конкуренты, то гораздо проще. Второй момент – это происходит изменение со стороны клиентов и со стороны агентств. По крайней мере, мы это видим. Мы видим, что запросы о мобильных приложениях увеличиваются от наших клиентов. Агентство, ну опять же, перед вебинаром общался с коллегами, они сказали то, что количество приложений на битве за последние полгода с последнего вебинара нашего увеличилось, можно сказать, в два раза. Соответственно, приложение начинает делать все больше. Начинается много предложений, рассылок различных сервисов, агентств включать в свои прайсы. Это именно компетенция по развитию рекламы и продвижению мобильных приложений. Ну и, соответственно, я думаю, что рынок будет у нас укрепляться, и, так скажем, опрощение к разработчикам. Старайтесь, попробуйте, наверное, делать хотя бы первое свое мобильное приложение. Вы поймете все, увидите все подводные камни, увидите, как это делается, и поймете, что на этом можно немного зарабатывать, потому что гигантов с миллионами бюджетами навряд ли вы сможете на текущем этапе подписать на битрикс, но малый и средний бизнес все будет подписываться на эти приложения. То есть ниша достаточно свободна и в запросе клиента от отработки мобильного приложения конкурировать практически, наверное, не с кем. А, соответственно, чем больше приложений мы с вами будем делать, тем битрикс будет больше добавлять функций гибридных приложений, постоянно его обновлять и, соответственно, нам будет легче с вами его продавать. Условно говоря, так. Все, наверное, у меня конец. Да, тебе такой вопрос, вот там, каверзный. Какая стоимость разработки приложения? Порядок цен, можешь сказать? Ну, меньше 300 мы его делать не будем. А чем, ну, что вообще входит в эту стоимость? То есть как? К ценообразованию? Ну, во-первых, аналитика, без нее никуда, то есть изучить, что у нас вообще с приложением стоит в той отрасли. Потом это проектирование, это дизайн, это сборка самого приложения. То есть его же надо нам еще сделать правильно, чтобы клиент потом не ругался о том, что оно медленно загружается. Это время, которое необходимо на ту же субликацию. Все равно отрисовка всех мелочей, общение, то есть коммуникация. Даже мы с вами общались на эту тему, когда у нас встали приложение, оно требуется. Плюс лицензия. Многие путают, то есть лицензия, мобильное приложение, недостаточно, чтобы мобильное приложение работать. То есть нам нужна минимум редакция малой бизнеса. Я правильно же говорю? Да? Да. Вот, поэтому общая стоимость складывается достаточно высокой, поэтому меньше даже делать нет смысла. Но если же, опять же, любой серии заставки еды запросить у услуги на Мотиве, то стоимость, я думаю, будет раза в два лучше однозначно. Окей, Саша, вот тебе еще вопрос. Вот там по твоему опыту и вообще, что можешь порекомендовать? Есть ли какое-то подключение статистики использования, что ли, мобильного приложения, может, там, Яндекс.Метрики какие-нибудь, Google Аналитик, вот есть что-то? Ну, во-первых, в Google Play, по крайней мере, есть огромная статистика по всем установкам, откуда пользователи пришли и так далее. Там есть специальный раздел, который в этом, об этом можно посмотреть. То есть в Apple Store наверняка есть такая же возможность. И плюс, если я правильно понимаю, если мы говорим про, не про нативное приложение, то можно буквально через любую аналитику смотреть хиты по Орла. Ну, можно встроить страницу точно так же. Леск, можно конкретно. Что-то чеки-нибудь. Ну что, мы имеем в виду функционал, который у нас есть в Bittrex, там есть аналитика, статистика, опять же, все то же самое. Я думаю, брошенные корзины у нас будут работать. Мы будем все эту информацию собирать и видеть. Да, окей, коллеги, будем завершать. Будем завершать. Вебинар у нас уже подходит к концу. Саша, большое тебе спасибо. Вопросы, коллеги, я вижу, практически мы на все ответили, и на большую часть даже, да, и на все, и текстом, и голосом. Что еще можно сказать? Что-то скажешь еще завершающее, праздничное? Все. Да, ну вообще, про мобильное приложение мы рассказали, контакты Евгения Петришенко, я думаю, что вы легко найдете в социальных сетях, пишите, он отвечает на все вопросы, задавайте их, либо через техподдержку спрашивайте, мы опять-таки ответим на все вопросы, которые есть. Окей, коллеги, спасибо, спасибо, что были с нами, запись мы вам пришлем, хорошего вам недели, хорошего четверга, увидимся в следующий раз, целую, внимаем, пока, до свидания, пока.